Нам предстоит обсудить ряд актуальных вопросов деятельности Министерства иностранных дел с особым акцентом на тему оптимизации нашего дипломатического присутствия за рубежом. Но ограничиться этими рамками ни в коем случае нельзя. Поэтому, используя сегодняшний разговор, посмотрите шире на эти вопросы, на вопросы функционирования Министерства иностранных дел. Что касается проблем внешней политики, ну они постоянно выносились на рассмотрение главы государства. Это мероприятие во многом, конечно же, носит плановый характер с учетом того, что я только что сказал. Естественно, мир стремительно меняется. Нам необходимо адекватно адаптироваться и грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами по всем направлениям, в том числе и МИДовскому. Наряду с многочисленными рисками и угрозами появляются и новые возможности. В условиях конкуренции победит тот, кто сможет ими грамотно воспользоваться. Пандемия спровоцировала глобальный кризис, изменила структуру мировой торговли. Однако итоги прошлого года свидетельствуют, что Беларусь смогла сохранить свои позиции на зарубежных рынках, в том числе благодаря эффективно выстроенному механизму внешнеэкономических связей. Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу. А правительство этому не препятствует, а наоборот способствует. На данный момент интересы нашей страны за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах, на долю которых приходится почти 97% белорусского экспорта и 76% иностранных инвестиций. В целом система органов ДИП-службы позволяет решать поставленные задачи. Вопрос лишь в том, насколько она эффективна с точки зрения расходуемых на ее содержание средств и реальных результатов по защите наших интересов. Есть ли возможность перераспределить людей для решения ключевых задач там, где нас ждут и готовы с нами работать, не выдвигая никаких ультиматумов. Прошлый год стал испытанием на прочность не только власти, но и дипломатических кадров, которые должны действовать исключительно в интересах своей страны. Необходимо давать себе отчет о том, что, во-первых, мы небольшое государство, и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом. Ну и вообще зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные земные вопросы и проблемы, как в политике, так и в экономике. Второе. На первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере. В ходе сегодняшнего совещания хочу услышать ответы на следующие вопросы. Какие задачи предполагается решить открытием новых посольств? Какова будет штатная численность? За счет каких резервов мы ее сформируем? Какие основания имеются для закрытия наших представительств в предложенных МИДом странах? Знаю, что правительство, администрация, КГБ, МИД детально проработала эти вопросы. При обсуждении всех обозначенных важно учитывать, прежде всего, экономический аспект функционирования наших посольств и консульств. На основании накопленного опыта и практики мы должны очень выверенно подойти к каждому предложению. Хочу, чтобы сегодня мы подробно рассмотрели, для чего открываем новое посольство, кто там будет работать и во сколько это обойдется государству. Я хочу просто вас предупредить, что все присутствующие за внесенные предложения, потому что это деньги, в конечном счете, будут нести персональную ответственность. Однако не нужно забывать, что наши представительства решают не только политические и экономические задачи. Они призваны поддерживать белорусских граждан и помогать им в сложных условиях в странах пребывания наших представительств. Как это было во времена пандемии, когда белорусы не могли вернуться на родину из-за того, что прекратилось сообщение в мире вообще. И тогда МИД очень четко сработал и помог людям вернуться домой. Второй частью нашего совещания станет обмен мнением по отдельным вопросам нашей внешней политики, особенно во взаимоотношениях с нашими соседями.